Вечер, ну, так, я так обозначил тему, как гендерная лингвистика, там ее основные направления, история и так далее. Ну, вот пока я составлял, конечно, это естественное дело, я так увлекся каким-то, вообще там в сторону куда-то ушел, стал думать по поводу всяческих еще других вещей, но тоже связанных с гендером. Поэтому тут, во всей видимости, будет такая лекция по всем отраслям гуманитарного знания сразу, наверное. Ну, тем не менее, ну, наверное, по большому счету будет таких более вещах, так сказать, земных, чем вот предыдущие лекции. Ну, вообще говоря, да, когда говорят о слове гендер, то возникает сразу, ну, как бы, по крайней мере, две народа ассоциации, да, ну, одна, наверное, у тех, кто как-то, да, как-то был связан с этими всеми науками гуманитарными, вот. А для всех остальных, наверное, это какое-то такое очень заумное слово, которое не понятно, что значит, но вот умные люди его употребляют, да, ну, вот тип слов дискурс, да, который все кругом говорят, и никто не знает, что это такое. На самом деле гендер, наверное, понятие необходимое, поскольку в русском языке, в отличие от английского, нет вот этого важного противопоставления. В английском языке есть слова sex, который означает, первоначально означал пол, пол, да, то есть мужской и женский. Да, и есть понятие гендер, которое обозначает не столько биологический пол, не столько наличие тех или иных органов, да, то есть тоже первичные, так сказать, половые признаки, да, сколько те, так сказать, социальные модели, социальные функции, которые в обществе свойственны представителю, соответственно, мужского пола или женского. Ну, здесь возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, неоднозначно само определение слова пол, да, поскольку непонятно все-таки сколько существует полов, да, понятное дело, что с точки зрения строгой такой биологии, ну, их два, понятно, мужской и женский, да, но в связи с там, ну, в частности с развитием, например, так сказать, современной, ну, массовой культуры, с развитием хирургии пластической там и так далее, да, здесь уже можно поставить под вопрос, ну, все вы знаете про вот эту вот замечательную Кончиту Вурст, да, ну, там понять какой-то пол довольно сложно, да, и здесь даже, насколько я знаю, есть специальный термин, по-моему, как-то он звучит как she-male, да, то есть мужчина, который пытается стать женщиной, но пока еще кое-какие признаки мужчина при себе имеет. Ну, так внешне он все-таки женщина уже, да. То есть здесь непонятка такая вот возникает с определением слова пол уже, да. С другой стороны, есть очень большая неоднозначность с пониманием слова гендер, то есть здесь, начиная там с первых исследований, которые велись в той области, да, нет строгого такого вот окончательного решения вопроса, все-таки сколько гендеров существует. Скорее всего, да, вот такое более общее, такое признанное и принятое мнение, что гендеров два. Гендер мужчины и гендер женщины, да, то есть те социальные роли и функции, которые отводятся мужчине, с особенностями поведения, речи и так далее, да. И, соответственно, женщина, да. Но здесь возникает, вот тут как раз лингвистика вносит некоторые такие вот в это дело некоторые сложности, да. Все мы знаем, что есть такое выражение, да, которое, как предъявляется женщина и мужчина, будь мужиком, да, будь мужиком. С точки зрения языка, которое, это выражение совершенно бессмысленно, потому что он мужик и есть уже, у него есть первичные половые признаки мужчины. Что значит быть мужиком, да. То есть здесь, понятное дело, что женщина, произнося слова, отсылает именно к гендеру, а не к полу. То есть соответствует гендерной модели, которая принята в этом обществе, да. В этом нашем, ну, условно говоря, патриархальном обществе, да. Если произносится фраза обратная, будь женщиной, будь бабой, что еще менее вероятно, то такая фраза выглядит комично, да, поскольку нет четкого, обязательного представления о том, какие существуют гендерные функции женщины, да. То есть в этом плане вот этот второй, так сказать, гендер женский, он несколько иной, несколько иной, да. То есть здесь уже говорить о том, что это некий обязательный набор функций нельзя. Поэтому все, что дальше касается языка, да, мне как-нибудь по времени только ориентироваться, а то я сейчас уйду куда-нибудь. Все, что касается языка, то здесь вот эти все всяческие ограничения, которые налагаются, да, они, как правило, касаются все-таки мужской речи. Женщины могут, да, себя позвать большее в языке. Здесь, причем еще что интересно, вот относительно понятия гендера, там были всячески разные темы исследований, в частности, вот некоторым из вас, может быть, известный Мишель Фуко, французский исследователь сексуальности и прочего, он говорил о том, что гендер это, ну, вообще говоря, у Фуко все является формой власти, да. То есть все формы, так сказать, все формы общественных норм, да, это есть форма власти, да, то есть человека изначально здесь, хед, принуждают к определенному гендеру, да, принуждают, соответственно, к гендеру мужчины, да, вести себя как мужчина, говорить как мужчина, действовать как мужчина, да, и женщину, соответственно, говорить, действовать как женщина. Ну, вопрос, наверное, в том, что сложно себе представить общество, где это было бы иначе, да, в силу того, что все-таки пол, ну, каким-то образом нас в этом плане ограничивает, да, мужчины в любом случае не смогут рожать, да, то есть это как бы сто процентов. При этом, что интересно, вот часто говорится о патриархальном или там, напротив, матриархальном обществе, да, и говорится в частности по поводу России, да, здесь, что Россия, культура, и это там отражается как бы в фольклоре, да, и в нашей литературе, что Россия, это страна патриархальная, ну, в наших пословиях, да, там, и так далее, все это, наверное, знаете, да, что. И это, кстати, не только в России, а это, наверное, 90%, может быть, даже 100%, да, в 100% стран есть масса фольклорных текстов, в которых женщина предстает как глупая, болтливая и так далее, и так далее существо, да, но вопрос в чем, что если мы посмотрим обратную сторону, да, то есть если женщина, так сказать, ведет себя правильно, как положено, то в конечном итоге она реализует не женский гендер, да, не женскую модель поведения, а мужскую, только доводит ее до конца. И вот здесь я хотел показать вам две картинки, ну, которые, это картинки из двух разных мест, из двух разных фильмов, одна картинка из советского мультфильма, который называется «История одного города», если помните, да, сюжет вот, Салтыкова-Седрина, вот она. Вот она, картинка, да, и эта картинка, она вообще, говорит, действует как некий шок такой, когда, ну, мы смотрим мультфильм, да, вот эти вот бесконечные всякие там губернаторы, взятки и так далее, все, все это чернуха, да, и вдруг в конце возникает вот этот вот образ, да, вот этой праматери, да, которая говорит, а думайте, все, по большому счету, вот этот образ, он себе выражает, доведенный до конца вот этот гендер патриархального общества, да, то есть, живите в соответствии с заповедью предков, да. И вторая картинка, которая, ну, мне кажется, как-то поразительно похожа на нее, это уже из фильма «Прощание». Из фильма «Прощание», снятый Лемом Кливом по книге Распутина «Прощание с матерой», да, где, в принципе, тоже вот этот женский образ, он становится таким вот индикатором вот этого, да, что уходит правильно патриархальное общество, да, и что придет на смену ему неизвестно, да, то есть, это вот такие, ну, некоторым парадоксом, можно сказать, да, вот того, что называется общество с двумя гендерами, да, когда есть гендер мужской, есть, собственно, гендер женский. Ну, еще возвращаясь к тому, как можно обозначить, ну, как бы российское общество с точки зрения, вот, как бы, гендерного поведения людей, с точки зрения языка. Вот, ну, первый такой пример. Здесь вот мне вспоминается, когда вот была дискуссия по поводу законов, там, о запрете пропаганды по сексуализму и так далее, да, то в интернете появился замечательный текст. Я сейчас, к сожалению, уже не помню, кто был его автором. Текст был отчасти провокационный, но отчасти в нем было зерно какой-то такой мудрости. Автор говорил, почему, собственно, возникает такая идея. Почему возникает идея, о, там, запрете, вот этих всех, да, пропаганды. Дело в том, что российское общество опирается на вот такую криминальную эстетику. А с точки зрения криминальной эстетики, вот, подобное уравнение, да, в правах, да, означает следующее. На языке простом. Петухи тоже люди, да. Вот этого соответствующие товарищи, да, принять не могут никак, да, то есть, по большому счету, все это сводится к проблеме, да, проблеме, так сказать, подлинной, вот такой вот мужской гендерной роли, да, которая в себя включает в том числе и, так сказать, активную гомосексуальность, да. То есть, это уже лицо, которое стоит выше не только мужчины, но и женщины, да. И здесь, кстати, довольно заводно, что даже в русском языке это находит отражение, ну, вот, я не знаю, насколько я могу здесь произносить некоторые слова. Ненамного. Ну, вот, могу я сказать слово «пидор»? У меня даже не делаете. Можно? Ну, мы поняли. Да. Все догадались. Догадались, да. В общем, гомосексуалисты из пяти букв, да, слово которой, да, и есть производная от него прилагательная с суффиксом «ск». Вот, как правило, если мы, ну, посмотрите, говорим о, так сказать, одежде, да, об одежде, да, то мы применяем, ну, какой-нибудь шарфик, да, там, и так далее, да, то это всегда возникает аллюзия с пассивной гомосексуальностью, да, то есть считается, что это черта именно пассивной гомосексуальности, да. То есть, на этом уровне вот возникает такой гендерный дисбаланс у нас в нашем обществе. Ну, и, наверное, так, и, наверное, надо немножко сказать, вот, собственно, о том, как все это нравится в языке, да, я, наверное, очень увлекся, да, вообще таким введением, да, ну, было заявлено, что я расскажу немножко, так сказать, об истории феминизма, да, о том, что феминизм внес вообще в лингвистику. Ну, здесь остановлюсь на одном моменте. При всех плюсах, минусах феминистской теории, да, что она принесла, что там были какие-то курьезные достижения, да, то, в частности, одна из ведущих феминисток утверждала, что вот эта формула Эйнштейна, Е равно МЦ в квадрате, подавляет женское начало, поскольку то, что движется с наибольшей скоростью, то и главное. То есть, из этого она делала вывод, что, значит, формула утверждает превосходство мужчин над женщиной, да, поскольку мужчин движется быстрее, чем женщин. Ну, вот, ну, такая была логика, да. Но, тем не менее, вот, было, безусловно, позитивное начало, да, во всей этой феминистской истории. Феминистки обратили внимание на так называемый андроцентризм языка, да, то есть, что в нашем языке нормой являются формы мужского рода, да. Да, ну, в частности, например, ну, вот обозначение профессии, да, врач, там, не знаю, доктор, там, какой-нибудь, там, адвокат и так далее, да, всегда слово мужского рода является нейтральным, а слово женского производства, оно находится вне нормы, там, врачиха, там, докторша или вот это пресловутая поэтесса, да, которая тоже вызывает у многих представителей как мужского пола, так и женского на некоторое отторжение, да, то есть, здесь норма представляет собой форму мужского рода, и вот здесь предлагаются различные, да, вот такие способы, так сказать, выхода из такого тупика, ну, в частности, в английском языке, да, вот такие обозначения, да, допустим, male nurse, да, то есть, мужчина, нянька или там сиделка, да, или, допустим, male prostitute, да, то есть, мужчина, проститутка, да, но звучит всегда довольно странно, ну, в частности, вот, если попробовать вместо проститут произнести другое, кстати, тоже, в принципе, довольно неподцензурное слово, хукер, да, который, ну, в частности, в фильмах, сериалах всегда присутствует безо всякого, да, который, ну, обозначает то же самое, да, проститутка, да, то уже есть в сочетании с male hookers никак не вяжутся, и, собственно, таких примеров нет нигде, ни в каких текстах, да, то есть, все эти попытки, они искусственны, то есть, язык все-таки, он каким-то образом придерживается вот этой вот андроцентричности, да, что все-таки мы обозначаем формы мужского рода в норме, ну, те же самые профессии. Ну, здесь вот есть такие забавные еще примеры, например, вот в испанском языке есть обозначение, ну, как оценочное обозначение мужского и женского рода, при этом обозначение мужского рода могут придать положительную оценку, а обозначение женского, соответственно, отрицательную. Гольфо, пройдоха, гулиона, ловкач, да, ловкач, но в некоторых контекстах тоже положительная, ну, такой пройдоха, да, вот такой, как бы, скажи, рубаха-парень такой, да, что-то такое. Гольфо, проститутка и все, и это отрицательная оценка, и все, и больше ничего. Например, галло, петух-драчун, зорро, лис, хитрец, причем хитрец в хорошем смысле, да, который может обойти какие-то, да, какие-то сложности, которые всегда находят выход из ситуации. При этом галина – это курица, домохозяйка, глупая женщина, да, и зорро, лиса, лицемерка и, опять же, проститутка. Опять же, тут никак без нее. Ну, что касается русского языка, да, то здесь тоже есть свои особенности. Ну, в частности, вот эти оппозиции, такие вот, как бы, такое неравенство в том, что касается, ну, в частности, обозначения, ну, так сказать, деталей мужского мира и женского мира. Ну, в частности, ну, например, обувь, да, обувь. Например, босоножки, туфли на шпильках, на каблуке, да, это все атрибуты женского мира, да. А все-таки, например, если это туфельки, да, то это женские туфли. Если у мужчины маленькие размеры ноги, мы не скажем, что им же туфельки, да, все-таки туфли это будут. Или, например, сумочки, шляпки, да, все-таки сумочка и шляпка – это не маленькая сумка и не маленькая шляпа, потому что мы знаем, что-таки женская сумочка может быть размером с чемодан, и, соответственно, женская шляпка тоже может быть весьма такой большой. Ну, или там шубка, например, да. Или вот это, например, слово «ножки». Ножки – это, как правило, ну, или детские ноги, да, но чаще женские ноги. Ножки – это все-таки женские ноги. Или, ну, такие глаголы, как, например, там «реветь», да, или в отношении мужчин, опять же, мужской речи – «миленький», да, там он такой миленький, ну, понятно, да, то есть там что-то в отношениях не то, наверное. Или, ну, например, да, вот что касается, собственно, мира, да, женского, ну, например, такие слова, как диета, худеть, талия, фигура, там, эпиляция, целлюлит, подтяжка, морщины, ну, морщины еще может быть, да, вот, подтяжка, краситься, подкрашиваться, пудриться, пудреница, макияж, тени, кисточка, заколки, бегути, да, все это детали женского мира, которые с мужским миром никак не вяжутся, да. А детали мужского мира, который был бы неприменим к женскому, да, который, наоборот, не может заимствоваться женщиной от мужчины, он весьма-весьма скуден, да, может, какие-нибудь там пирзовые сапоги, да, ну, хотя, наверное, могут и женщины носить пирзовые сапоги. Во всем остальном, женщины, нас мужчины обокрали, вот, в этом плане языковом, да, то есть им все можно, то же самое, что и нам. Или, например, такие определения, ну, так сказать, тела, да, например, плечи, какие-нибудь атласные, бархатные, белоснежные, лилейные плечи, да, понятно, что это женские плечи, хотя соответствующий цвет или, как сказать, текстура кожи, да, может быть, и у мужчины вполне себе, да, но все-таки это, да, как правило, мы это все применяем только к женщине. Или, например, духи, да, понятно, что с точки зрения продавца, там, например, магазина, есть мужские духи и духи женские, но в обыденной речи духи, как правило, женские только, да, все-таки мужские духи заменяют словом одеколон, хотя духи одеколон, это все-таки разные вещества даже, да, там, по степени концентрации, да, или, например, вот то, что касается оппозиции в еде или, там, ну, в каких-то обозначениях еды, да, ну, здесь, кстати, у меня есть пример один. А, вот, 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 да, вот, 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 перед вами колбаса, да, колбаса это, ну, соответствующая там языковой игрой, да, вот этой вот, которая возникает, да, это типичная черта мужского мира, да, мужчины не могут жить без мяса, да, там, колбасы, пива, отбивных, сосисок и так далее, борщ, пресловутый, да, который везде, тоже, как бы, атрибут мужского мира. Да, с другой стороны, женщины предпочитают легкие какие-то блюда, там, сыр, йогурт, овощи, да, творог и так далее, а, или, там, десерт, там, и так далее, да, то есть здесь тоже сохранится оппозиция между миром мужским и миром женским. Ну, или какой-нибудь, там, например, еще пышногрудой, да, можно представить себе, там, мужчину с накачанными, там, как сказать, сильно развитыми грудными мышцами, да, но мы все-таки его не сможем назвать пышногрудом, скорее, да, все-таки пышногрудая женщина. Или, например, такие обозначения действий, которые совершают мужчина и женщина в отношении друг друга, ну, например, такой глагол, как соблазнить, да, в словарях XIX века и XX еще некоторые обозначают соблазнить добиться обладания женщиной-девушкой, запятая, совратить, да, то есть соблазнение – это процесс, направленный от мужчины к женщине, да, Ну, сегодня выражение, там, она его соблазнила весьма такое нормальное, обычное, для многих мужчин даже, можно сказать, желательное, да, вот, ну, или, например, такие, так сказать, вообще фрагменты нашей, можно сказать, социальной действительности, как, например, блондинка, да, или, ну, например, да, вот в связи с этим такие словосочетания, как какая-то там гениальная блондинка, да, да, или там целомудренный секретаж, они звучат несколько странно, комично, да, и, кстати, возвращаясь вот к вопросу профессии, да, например, есть такая детская шутка, какая-то где-то встречалась, да, дети разговаривают, один другом говорит, что «мой брат работает медсестрой», да, и возникает какой-то комизм в этом, да, «мой брат работает медсестрой», если вывернуть фразу наоборот, да, «моя сестра работает медбратом», получается чистая, ну, неправильность, да, то есть эта фраза просто неправильная с точки зрения русского языка, и никого комизма здесь нет, да, Что также выражает неравновесие между другими гендерами. Ну и также некоторые метафоры, которые в большей степени могут быть приложены к мужчинам или женщинам. Например, тряпка. Словари толкуют тряпка как о бесхарактерном слабовольном человеке. Но в реальной жизни, опять же, это слово, которое применяется, наверное, в 90% случаев в мужчине. Все-таки женщина-тряпка. Опять же, поскольку нет такого гендерного давления, какого-то свода правил, которым должна женщина следовать, то все оказывается гораздо мягче здесь. Ну или, например, баллонка. Это, кстати, вот в уголовном жаргоне это сожительница, находящаяся на содержании вора. Баллонка. Ну, наверное... Сколько времени там у меня еще есть? Минут 10. Минут 10, да я могу еще сказать. Ну, здесь можно отметить, что вообще в разных языках отмечаются разные соотношения между мужской речью и женской. И вообще между статусами гендеров. Ну, сейчас в японской речи существует информация, которая, как правило, в исследованиях по гендеру учитывается. Что в японском есть, так сказать, специфические формы местоимений, которые могут пользоваться только мужчины, которые могут пользоваться только женщины. Есть ряд местоимений, которые, если использует мужчина, то означает, что он просто гомосексуалист. Здесь, поэтому, когда начинают звучать японский, то людям говорят, будьте аккуратнее. Вот если вы поедете в Японию и будете общаться, то в этом плане будьте аккуратнее. Помимо этого, есть специфические слова, которые могут употребляться мужчинами или женщинами. И помимо этого, кстати, и это довольно забавно, если посмотреть, так сказать, озвучки фильмов иностранных на японском языке. Дело в том, что даже если в фильме мужчины и женщины говорят примерно одним и тем же тембром, ну, таким мягким тембром, то очень часто в японской озвучке вот эта гендерная позиция специально наращивается. То есть, мужчина говорит таким грубым отрывистым голосом, ну, как вы знаете, по всем этим породням японской речи. Вот это вот, непонятно, что такое. Но такой вот мужественность с пониженным тембром голоса, то есть подчеркивается мужественность всего. Напротив, женщина, даже если она говорит таким, ну, не сказать, басом, да, ну, таким низким, приятным сексуальным женским голосом, она озвучивается, наоборот, выше, чем она звучит. То есть, вот это вот гендерное противопоставление, оно выражается даже на уровне звучания текста. И здесь, ну, есть всяческие исследования, которые описывают различия конкретного, да, допустим, произношения, как женщины и мужчины, ну, например, в английском языке, в других языках, как женщины и мужчины произносят слова. И здесь такой был любопытный факт, мне в одном исследовании попадался, что, ну, вообще считается, что мужчины более, так сказать, более стоят в таком вот авангарде всех языковых изменений, да, то есть они, как правило, так сказать, нарушают норму, да, то есть мужчина занимается, так сказать, языковой игрой, как правило, нарушает нормы специально, да, и это ценится, в том числе женщинами, да, вот этот вот юмор такой, да, языковой. Женщина, напротив, в большей степени, так сказать, консервативна, в большей степени следит за, там, ударениями, ну, в частности, вот из, вот, мой опыт работы, там, на филфаке, где я остановился, кишинская аудитория, да, вот женщины все время поправляют всех. Вот даже где-то я слышал, где-то у нас была студентка, говорит, что вот пока я не пошел на филфак, я говорил неправильно. Потом я пришла, я филфак окончила, и теперь я всех дом поправляю. У меня сразу вот это. То есть что же у нее дома творится, если она вот, 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 к каждому подходит, звонит, звонит. Да, то есть жизнь превращается просто в ад, абсолютно, да. И это, кстати, женское, вот, в отношении языка, это, ну, не могу сказать, что, прям, стопроцентная женская черта, да, поскольку, ну, нельзя говорить такие, да, вещи, да, что это только женщины, только мужчины. Понятно, есть и мужчины такие, такие зануды, да, которые вот за всеми следовы управляют. Да, но все-таки преимущественная тенденция. Тенденция для женщин считается тенденцией такого консерватизма. Так вот, по этим исследованиям выяснилось, что где-то в Англии, да, тенденция в произношении, ну, некоторых звуков меняется. И первыми начали меняться, меняясь свое произношение звука, именно женщины, да. Ну, вот это были такие вот интересные вещи, которые, как раз, ну, может быть, исключение, конечно, хотя исключение всегда подтверждает правила, может быть, и не всегда подтверждает правила. Ну, еще здесь, наверное, можно сказать, да, что все-таки, как правило, все вот такие гендерные исследования касаются речи, да, то есть особенности речи. Как говорят мужчины и женщины, вот, как строится в общении, да, то есть указываются, так сказать, вот такие вот языковые, так сказать, стратегии мужские и женские, да, то есть для мужчины важна, так сказать, цель коммуникации, да, там, важно переубедить, если это спор, а для женщины важно прислушаться, важно найти компромиссы, так там, и так далее, да. То есть в основном исследования касаются анализа речи, да, что касается анализа языка и как вот гендер, как особенности, да, гендера, так сказать, встроенные в язык, грамматику и лексику, таких исследований меньше, но они тоже есть. И, кстати, вот, возвращаясь к исследованию речи, да, очень такое перспективное и довольно интересное направление – это исследование того, как гендер проявляется в языке массовой культуры. Ну, и здесь, наверное, вот под конец я, ну, так, подсобрал по интернету такие вот образчики, ну, сейчас реклама, да, в которой вот видны такие гендерные оппозиции, в которых, как правило, видна вот такая игра с какими-то гендерными стереотипами. Ну, в частности, вот это, да, представлено и представлено здесь. Так. А, вот, кстати, я еще забыл сказать, да что все-таки наше общество, да, и наш язык, он все равно, несмотря на все усилия феминисток и так далее, остается все-таки андроцентричным, да, то есть для нас подсмеиваться над женщиной более естественно и для мужчины для женщин, да, чем подсмеиваться над мужчиной. Мужчины подсмеиваются, ну, там, только в одном случае, да, понятно, как он, да, а во всех остальных все-таки мужчина, да, он не объект для критики, да, но есть, есть, по-прежнему в интернете есть и есть конференции, которые собираются такими радикальными феминистками, да, и, соответственно, эти сообщества в интернете, которые посвящены, ну, как бы отыгрыванию вот этого, вот этого неравенства, причем, ну, почему-то это отыгрывание, оно сопоряжено не с юмором, не с какой-то иронии, а скорее с обидой. Ну, вот я так собрал несколько примеров, не знаю, насколько они нормальны, ненормальны, да, вот, например, да, вот такой вот, да, вот, пример вот взятый из одного таких вот феминистских сообществ, да, которое пытается разрушить, да, вот как раз вот этот вот стереотип мужчины-мачо, да, ну, не знаю, насколько это нормально. Да, ну все прочитали, да? Подписи. То, что мелко написано, все видно, да? Ну, хорошо. Ну вот, да, тоже. Чем больше у него было хозяек, тем меньше он успел. Ну, то есть, конечно, в этом есть какая-то доля юмора, но какая-то обида все равно прослеживается. То есть, такое ощущение, что просто автор-демотиватор этого, да, он где-то ему не повезло в жизни, да, просто ей, наверное, скорее всего, да? То есть, вот почему-то такой ужеронии в этом случае почему-то не получается. Ну, все-таки в основном реклама и СМИ занимаются тем, что называется так сказать, объективизацией женщины, да? То есть, как правило, в рекламных текстах женщина предстает для, так сказать, завлечения внимания, является объектом мужского желания и так далее, и так далее, да? То есть, как личность она в таком случае совершенно не раскрывается. Ну, и вот здесь вот, в частности, был такой любопытный случай, да? Вот это, наверное, вам известный, по-моему, Ландерсон, да? она в свое время снялась, по-моему, это в Канаде было дело, в рекламе, догадайтесь, ну, вот здесь это вот социальная реклама, социальная реклама, то есть, как бы, ну, это был заказ государственный. Вот догадайтесь, что она тут рекламирует, а? Написано даже, да? Вегетарианство. Вегетарианство, да? Причем она сама это делала совершенно по собственному желанию. Так эту рекламу запретили, объявив ее вот в так называемом сексизме, да? То есть, женщина предстает в качестве объекта. Что с точки зрения вот этого феминизма, ну, да, такого радикального феминизма, недопустимо. То есть, и сама Памела, и создатель рекламы совершенно были ошарашены, но тем не менее, такое было. И другой пример, сейчас, если я его найдусь, а, вот, 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 это уже реклама шведская. Эту рекламу тоже запретили и за то же самое сексизм, но сексизм обратный, да? То есть, здесь уже мужчина, образ такой типичный мужчины предстает как объект, а не как субъект со своим глубоким внутренним миром. Не знаю, чем еще, что там в Швеции еще считается, да? Вот. И эта реклама была также запрещена. Ну, и вот некоторые еще примеры. Да, вот, то, что касается, да, вот, то, что я говорил, да, вот, оппозиция мужского и женского мира, да, в частности, деление автомобилей, да? На автомобиле женские и мужские, да? Ну, я, например, видел довольно часто вот на таких автомобилях мужчин за рулем, да? Но все равно есть такое традиционное представление, что это вот, да, женский автомобиль. Или вот, ну, это там, так сказать, американская реклама, кстати, одна из ранних проявлений вот этой вот сексистской рекламы, которая использует также вот эту идею гендерного неравенства. То есть реклама галстука. И по идее создателей, если вы, то есть заимеете галстук, то всякая женщина вот будет перед вами вот в таком вот положении находиться. То есть от галстука даст вам какую-то магическую силу, видимо. Потом что здесь? А, вот. Вот это, кстати, такой очень забавный пример такой же сексистской рекламы, да? То есть когда, ну, вроде бы невинное такое занятие, да, которое не является однозначно маркированным как женское вязание. То есть я лично знал несколько вполне себе нормальных ребят таких, да, солидных, которые умели вязать. И ничего по-стыдному не было, да? Но создатели рекламы считают, да, вот этот образ и, соответственно, это занятие гендерно маркированным и достойным только женщинам, как бы, да? По-моему, реклама тоже была запрещена в свое время. То есть сейчас у нас такой фестиваль запрещенной рекламы. Это получается небольшой такой. А, вот, быстро и качественно уложим, да? Ну, здесь опять же игра слов. И опять же, да, вот, типичный образ женщины, да, в качестве объекта привлечения внимания. Ну, с соответствующим комментарием, да, основанным на языковой игре. А потом... Ну, здесь, я думаю, понятно тоже все, да? Опять же, в центре образ женщины, который объективирован, да? То есть женщина происходит только как объект желания, и все. Ну, и с соответствующим, да, опять же, языковым комментарием, опирающимся на вот такую вот языковую игру. Да, быстро и без прелюдий. Вот, кстати, тоже пример, по-моему, немецкой или, может быть, англоязычной. Ну, в общем, факт в том, что это реклама автомобиля, да, известной вам марки, да, который также, ну, с точки зрения женщин, феминистов, ну, может быть, и вообще женщин, будет несколько оскорбительной, да, наверное. Да? Ну, или, может, просто весело, да? То есть там, по-моему, подпись окончательная... Как это? Final Attraction или что там? А, Ultimate, да, то есть... Как бы подлинная, да, подлинная страсть, окончательная страсть, да? То есть вроде бы женщины, но на самом деле все возвращается в этот мужской мир, да? То есть все-таки автомобили этой марки, они как-то маркированы как мужские автомобили. И что здесь еще? Так, это было... А, это, кстати, это я вот не когда говорил, а об истории феминизма, да? Это вот пример первых феминисток, это так называемые суфражистки, которые, собственно, их цель была вполне невинная, вполне нормальная, они хотели себе избирательных прав. Хотя вот в одном замечательном английском фильме, под названием «Говардс Энд», который рассказывает историю, ну, такой помещий, ну, не помню, как он называется, дворянской семьи английской, да? И там вот есть Матрона такая, то есть такая мать семейства, и за столом... А это как раз время вот этих вот движений, собственно, за право женщин. И мужчины обсуждают вопрос избирательных прав для женщин, они говорят, вот как в этом... Они говорят, пускай мужчины занимаются ерундой, то есть у нас есть более важные вещи в жизни. Да, но тем не менее, все-таки, ну, может быть, действительно это важная вещь, я не знаю, это, наверное, не нам, все у тебя политикам. А вот еще... Ну, вот, кстати, пример тоже сексистской рекламы, да? Это женская эволюция. Да, ну, тоже с таким, да? Это вполне понятно по текстам, да? То есть, да, путь. Женская эволюция. А, нет, это было. Так, это что у нас? А, ну, вот, опять же, да, это вот на ту же тему, что были немки, да? Вот там вот тоже. То есть, опять же, реклама автомобиля, да? Реклама автомобиля. Вот, ну, это уже народный такой, да, вот это. Я, наверное, может быть, даже видел, да? Завтра станешь у плиты. А, вот, вот, да? Здесь, вот, кстати, для русского, наверное, не очень будет понятно, да? Дело в том, что «щи», да, вот она, может быть, отнесена и к женщине, и к ботинку, да? То есть, как бы, исторически так сложилось, да, что вот ботинок обозначают через местоимение женского рода английского. Да, то есть, соответственно, держи ее там, где она должна быть, да? То есть, вот, то ли про женщину, то ли про ботиночка. Замечательно. Тоже пример такой сексистской рекламы. А, и, кстати, вот так. Ну, вот, опять же, да, вот это, кстати, вот такая довольно типичная реклама. Я видел что-то подобное в Туле, только там, по-моему, был шиномонтаж. Ну, тоже была женщина в такой вот привлекательной позе. Ну, и какой-то там, так сказать, незатейливый комментарий, да? То есть, это вполне себе отработанная для вот рекламных агентств такая стратегия создания вот таких вот реклам на любую тему. Это может быть, там, не знаю, вот валенок до каких-то космических кораблей, да? Вот, но, тем не менее, используется вот этот вот, так сказать, объективированный образ женщины с соответствующим комментарием. Субтитры создавал DimaTorzok